Я не то, чтобы знаком с этой сказкой, аги-джанг-су у Тури. Я не знаю деталей, но пока я пил с друзьями, я сказал, я хочу делать фотосессию со сказочным концептом. Но какую же сказку мне выбрать? И были такие предложения, как муравей и кузнечик, и поросенка. И последним из рассказов был «Аги-джанг-су у Тури». Когда я прочитал ее, в то время она была очень запоминающейся и выделялась в моих мыслях, так что я выбрал эту сказку. Я пытался сконцентрироваться на концепте, так как если бы я должен был изменить настроение и атмосферу, чтобы соответствовать концепту, я пытался наиболее сосредоточиться на визуальных частях. Мне нужны были крылья. И я подумал, как мне следует использовать крылья. И так как мой наряд не похож на у Тури, и это больше похоже на стильную фотосессию, так что я пытался сосредотачиваться на крыльях и настроении и атмосфере. Я думаю, мы похожи друг на друга. Сцена, где он получает выстрел стрелой и умирает, наиболее выделяется. Мне не очень понравился конец истории. Персонаж в истории очень молод. И так как в истории грустный конец, то я думаю, что это настоящий облом. У Тури сражался с плохими парнями. Либо устно, либо физически, со стрелами. Я надеюсь, что он все это преодолеет и станет воином. Я читал все, что только можно было про У Тури. Муравей и Кузнечик. Я люблю эту историю, и когда люди, включая меня, когда были маленькими, читали эту историю, они думали, что Кузнечик ленивый, так как он часто играет на гитаре летом. Но факт в том, что Кузнечик не может что-то делать зимой. Кузнечики могут лишь отложить яйца и позже зимой умереть. Это насекомое с такой природой. Так что Кузнечик делал в это время все возможное, чтобы соблазнить самку Кузнечика, чтобы произвести потомство. Он просто усердно трудился для своего потомства. Я надеюсь, вы не думаете об этом с негативом. Три поросенка. Я выберу три поросенка. Если бы у меня были крылья, я бы хотел отправиться в рай. Я бы хотел иметь суперспособность появляться, где хочу. Я бы хотел поговорить лицом к лицу с тем, с кем я хочу. У меня много воспоминаний о моей бабушке. Так что я хотел бы поговорить с ней. Я сейчас говорю от нас всех семерых. Я действительно хочу, чтобы армии получили большой-большой подарок. Я выбираю не плакать весь год и получить подарок. Я думаю, я сумею это сделать. Я ничего не выбираю. Хотя, скорее всего, я не буду открывать тыкву. А вечеринка веселая? Тогда я уйду в 11.59. Я досижу до конца. Разве это не весело? Затем я просто не пойду туда больше. Я скажу правду. Что ж, во-первых, увидеть горный дух – это возможность для меня. Я не уверен, даст ли мне горный дух подарок или же наказание, когда я скажу ему правду. Но вы ведь не можете быть уверены на 100%. Не каждый может видеть горный дух. Хотя я думаю, что увидеть горный дух – это уже подарок. Я просто пройду тихо. Я тихонько пройду мимо зайца и пересеку финишную прямую. Я думаю, я покажу себя настоящего. Мне кажется, это не составит проблем, если я покажусь таким, каким я на самом деле являюсь. Что вы имеете в виду, говоря о времени? Ты хочешь, чтобы у тебя было много времени на отдых, типа свободного времени, но тогда ты будешь беден. А, я выбираю быть бедным, но иметь много времени. Я предпочитаю зажигать по одной спичке. Я хочу стареть медленно и изящно. Я выбираю хип-хоп стиль. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!